Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню, что Роман Костомаров, по словам его родственника, попросил тишины, попросил какое-то время не говорить о его здоровье. Я так понимаю, что просто нужно время для того, чтобы восстановиться. И, наверное, хочется предстать перед людьми, скажем так, здоровым, сильным и ловким, умелым, что называется. Как это и отражает, эти все слова отражают олимпийского чемпиона. Он и так победитель, победитель, не в боюсь этого слова, он победил смерть, поборол. И сейчас, говорят, состояние его стабильное. Вы знаете, дело все в том, что, я бы не стал говорить об этом, но сама Навка рассказала о, скажем так, в секретном послании или личном послании Костомарова из больницы. Он записал поздравительные слова, поздравительные сообщения в адрес Навки. И она решила поделиться с людьми. Вы знаете, конечно, я смотрю в комментариях, сейчас очень многие, ну, он просто довел до слез. Вы знаете, когда человек, переживший то, что переживает, пережил и переживает, сейчас роман Костомаров, говорит какие-то вещи о жизни, люди прислушиваются, конечно, очень тщательно, потому что это слова очень проникновенные человека, который, вот, ну, можно сказать, одной ногой побывал там, да. И люди очень остро воспринимают слова таких людей, потому что, ну, они начинают ценить жизнь совершенно иначе. Каждую секунду жизни ценят. Значит, Татьяна Навка решилась на редкое откровение, пишут СМИ о состоянии романа Костомарова. Фанаты спортсменами на таких новостей ждут уже четвертый месяц. В комментарии журналистам жена Дмитрия Пескова рассекретила поздравления от бывшего партнера на день рождения. Фигуристка заверила, что танцор на льду. Все ближе к тому, чтобы окончательно выздороветь. Значит, после всех пережитых событий он еще больше начал ценить жизнь, о чем и сообщил партнерша. Его слова способны у любого неравнодушного человека вызвать ком в горле и слезы. Роман пожелал мне, как и всегда, конечно, здоровья, счастья и особенно теперь ценить эту жизнь каждый прожитый день. Он верит, и мы все верим, что он у нас будет радовать своим таким самоотверженным желанием жить и идти вперед. Слава Богу, что Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально, но остальное дело времени. То есть, конечно, человек, который пережил столько, это фантастика, там, этих ампутаций только. И это просто, конечно, слова о том, что ценить жизнь каждый прожитый день, это слова, я считаю, нам всем нужно впитать. Просто потому что зачастую мы воспринимаем свою жизнь как данность, воспринимаем день как данность. Много проблем, вы знаете, что сейчас происходит в целом, но, тем не менее, мы живы, и пока мы живы, мы должны ценить каждое мгновение жизни. Благодарить Бога за то, что это мгновение жизни нам дано. Не знаю, что будет завтра. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.